В многоквартирных домах Айхала устанавливают общедомовые приборы учета. Для чего они необходимы, что позволяют контролировать приборы и кто платит за установку и приобретение счетчиков? Беседуем с Яном Краукли, начальником Айхальского отделения предприятия тепловодоснабжения. Ян Александрович, здравствуйте и спасибо, что нашли время, чтобы ответить на наши вопросы. И сегодня мы поговорим про общедомовые приборы учета. Расскажите, когда и почему было решено установить в многоквартирных домах поселка Айхал такие приборы учета и вообще для чего они необходимы и что они позволяют контролировать? Приборы учета мы начали устанавливать с 2019 года, так как собственники помещений в многоквартирных домах не использовали в установленный срок обязанности, предусмотренную частью 5 статьи 13 Федерального закона 261 об энергосбережении и энергетической эффективности установить общедомовые приборы учета, они должны были их установить в срок до 1 января 2011 года, то ресурсоснабжающая организация в лице ОПТВС с 1 января 2012 года должно было это произвести в соответствии с частью 12 статьи 13 того же закона, должно было их установить в многоквартирных домах. Необходимость также это обусловлена требованием агентства субсидий, так как в случае отсутствия приборов учета к ресурсоснабжающей организации КПТВС применяется понижающий коэффициент. Мы все знаем, что население в Мирненском районе оплачивает коммунальные услуги по льготному тарифу, так за отопление мы платим около 38% от экономически обоснованного тарифа, 73% по холодному водоснабжению и 40% по горячей воде. Разницу предприятие получает в виде субсидий с республики. Нами разработана программа мероприятий по установке узлов учета, она согласована с главой администрации муниципального образования поселка Айхал. Сейчас в этом году уже приняты три дома к расчетам. В этом году на 23 марта мы назначили приемку домов по улице Советская 9, 11, 13, примем их в эксплуатацию. Продолжаются работы по улице Каздова и далее будут установлены все дома. Программа у нас рассчитана до 2023 года. Расскажите, сколько стоит счетчик и его установка, и на кого легли эти расходы? Узел учета стоит около 500 тысяч рублей. В доме несколько узлов учета от двух до четырех, поэтому умножаем, получаем стоимость общедомового прибора учета. Это стоимость под ключ. Сюда входят затраты проектирования, монтажа, пусконаладочные работы. В общем, все затраты связаны с его установкой. Сейчас затраты за установку оплатила ПТВС с последующим предъявлением собственникам. А нельзя ли было установить эти приборы учета за счет средств капитального ремонта? Для этого собственники должны были обратиться к региональному оператору фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха и Якутия с заявлением об установке общедомовых приборов учета. Есть варианты, когда собственники помещений могут эти работы выполнить за счет оплачиваемых ежемесячных за содержание ремонта общего имущества. Но это возможно только при создании ТСЖ или управляющих компаний. В данном случае Ресурсонабжающая организация в лице общества с ограниченной ответственностью на предприятие тепловодоснабжения, действуя в соответствии с федеральным законом 261-м энергосбережения, взяла на себя эти обязанности, так как они не исполнены самими собственниками жилья многооквартирных домов. Продолжение следует... Ян Александрович, будет ли предоставлен жителям поселка Айхал какой-то отчет о затраченных средствах на приобретение и установку этих счетчиков, приборов учета? И где можно с этим отчетом ознакомиться с жителем поселка Айхал? Конечно, эта информация не секретная. При обращении к нам мы покажем, сколько стоит общедомой прибор учета дома, как сформировалась его стоимость, почему конкретно у него такая сумма в квитанции, как она образовалась. Ее можно получить по адресу энтузиастов 2, это контора ПТВС, в расчетно-кассовом центре. Ян Александрович, это единоразовый счет или потом ежемесячно жителям поселка Айхала будет приходить суммы в квитанциях, например, за техническое обслуживание этих приборов учета? В квитанции за общедомые приборы учета есть графа к сведению потребителей. Там указана информация, что граждане в соответствии с федеральным законом 261 оплачивают понесенные расходы ПТВС за основку приборов учета в течение 60 месяцев, если не выражено намерено платить такие расходы единовременно или с меньшим периодом рассрочки. Но на период рассрочки 60 месяцев берется процентная ставка, это в размере рефинансирования. За 5 лет эта сумма составит около 1500 рублей, в зависимости от того, какая сумма за установку была выставлена каждому квартиросъемщику, каждому собственникам. И в этой квитанции мы указали общую сумму, которая будет ежемесячно изменяться, в связи с тем, что проценты будут пересчитываться и начисляться с учетом оставшейся суммы долга задолженности. Но на 60 месяцев есть графа суммы ежемесячного платежа, которая подлежит обязательной уплате. Вот поэтому ежемесячно такой платежный документ будет получаться, доставляться каждому в почтовый ящик. Ян Александрович, расскажите, почему сумма за приобретение и установку счетчиков рассчитана на квадратные метры квартиры? Это также в соответствии с 261 федеральным законом, это часть 12 ст. 13, рассчитывается исходя из доли собственника в праве общей собственности на общее имущество. То есть исходя из общей площади квартиры и общей площади дома, жилых и нежилых помещений. Кто производит снятие показаний и как подтвердить правильность снятия показаний в начале и в конце месяца? Показания у нас передаются в автоматическом режиме посредством передачи сигнала GSM. Имеется программа LERS-учет, которую мы можем в любое время зайти и посмотреть данные показания. Также работоспособность приборов можем посмотреть. И обслуживающая организация АПЖХ передает нам ежемесячно в распечатанном виде. А подтвердить правильность показаний, да? После установки общедомовых приборов учета они были введены в эксплуатацию. Но так как способ управления не выбран жильцами, за них выступил орган местного самоуправления, то есть администрация поселка Айхал, которая приняла общедомовые приборы учета и назначила ответственного за эксплуатацию, обслуживание и содержание общедомовых приборов учета, обслуживающую организацию МУП АПЖХ. Мы также приглашали всех жителей на приемку и будем и дальше приглашать. Это было 6 ноября по улицам Юбилейная 2, Бойка 1 и Советская 15-Б. Назначенное время. Все, кто желал ознакомиться с приборами учета, с проектной документацией, с выполненными монтажными работами, всех мы ждали и показывали. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ян Александрович, Вы уже в своем разговоре упоминали индивидуальные приборы учета. Расскажите, для чего теперь нужны счетчики по холодной и горячей воде в квартире, если оплата сейчас предоставляется по показаниям общедомовых приборов учета? Индивидуальные приборы учета необходимы для определения индивидуального потребления, которое в квартире непосредственно мы их определяем. Их установка также обязательна, как и общедомовых приборов учета. А общедомовые приборы учитывают уже полное потребление дома в целом на все нужды, которые дом потребляет и согласно приборов учета, и согласно нормативного потребления, и на общедомовые нужды. Мы уже говорили о том, что изменения в квитанциях жителей поселка произошли. Расскажите, что это за изменения, и как ведется теперь расчет по затратам на ресурсы? Ну, изменения. В квитанциях у нас появились данные по общедомовым приборам учета, по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, отоплению, также даты поверки приборов учета. Это то, что мы увидели в квитанциях. Значит, расчет производится согласно 354-го постановления правительства Российской Федерации. Оно называется «Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД». И, значит, согласно этих правил, расчет по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению производится ежемесячно, согласно общедомовых приборов учета. По отоплению расчет производится в течение года по нормативу с перерасчетом один раз в год по его окончанию. Поэтому мы и увидели, и жильцы этих домов увидели вот эти неприятные цифры, которые связаны с проливами горячей воды, увеличенные расходы, которых не должно быть. В целом установка общедомовых приборов учета, оно несет пользу потребителю. Это хорошо, мы платим только за то, что мы потребили. И вместе с тем, что мы платим за то, что мы потребили, мы платим меньше, потому что нормативы, они немного ниже, вернее, выше, нежели мы потребляем по общедным приборам учета. Так, допустим, по отоплению, вот за эти периоды, которые мы произвели перерасчет, это ноябрь-декабрь месяц 2020 года, снижение более чем на 20%. И, соответственно, чем дальше будем мы отопительным средством продолжать, температура повысится, и, соответственно, еще меньше это будет доля от норматива. И в конечном итоге потребитель получит экономию при оплате коммунальных услуг. Ян Александрович, наверняка много вопросов поступает в Айхальское отделение ПТВС по поводу общедомовых приборов учета. Может быть, будет какая-то создана памятка или какая-то общая информация по этим приборам учета, по их установке, как ведется расчет, и где с этой информацией можно будет ознакомиться? Мы получили очень много вопросов, связанных с установкой общедомых приборов учета. Их более 50. На все эти вопросы мы подготовим памятку и разместим на общедоступных местах домов. Ну и также в средствах массовой информации, посредством WhatsApp, на сайте организации. Поэтому все вопросы не останутся без ответов, мы обязательно на них ответим и разъясним все, что непонятно. Ян Александрович, спасибо вам за подробные ответы. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...